Друзья, всем доброе утро, хорошего дня и отличного настроения. На календаре 10 июня, и мы с вами находимся на стояночке в городе Нижнеудинске. Отсюда до Байкала ровно 600 километров. И теперь мы работаем командой. Елена моя монтирует фильмы прямо здесь, на ноутбуке, где есть блюпуп, вифи и фрешка. Вот, все бы ничего, но беда в том, как я уже и объяснял, все зависит от интернета. И люди пишут, конечно, мы смотрим ваши фильмы по уведомлениям. А здесь получается, то одна серия прилетит раньше другой, то другая не дойдет. Одним словом, друзья, я уже объяснял, как нужно смотреть видео по порядку. Это просто надо зайти в раздел в YouTube. Мой канал, точнее даже у вас в подписках, найти мой канал. И просто открыть главную страницу, нажать раздел видео, и в этом разделе все видео идут по порядку. Поэтому тут вроде бы с одной стороны ничего сложного, но люди, кто привык смотреть, они сразу нажимают кнопочку, когда пришло уведомление. И сразу система им открывает этот видеоролик. Но так идет не по порядку, неправильно, из-за того, что, я говорю, отсутствует нормальный интернет. Поэтому монтировать фильмы дорогой это удобно, тем более вдвоем. А вот загрузить их в YouTube, в Zen, почему-то вот в ВК влетает. То ли там формат какой-то другой, то ли чего. То есть они туда идут быстро, закачиваются. На все остальные мессенджеры, они почему-то тормозятся. Ну что, друзья, сегодня у нас, как я сказал, уже до Байкала остается 600 километров. Едем мы с вами в первый город, в Хабаровск, во второй Владивосток, на край географии, где мы еще ни разу не были. Будем вместе с вами изучать дорогу. И еще одна у меня беда сегодня случилась. У меня, я лишился навигатора своего, точнее планшета, то он и есть. Но почему-то вот постоянно, смотрите, рисует он мне вот такую картинку, что сервисы Google все время закрываются. Я нажимаю закрыть приложение, закрыть приложение. Устройство обновлено, спасибо. Я уже 15 раз сегодня обновил все. Это позже загрузим. И вот вроде навигатор все рисует, и бац, и опять вот такая фигня. И он мне все тормозит. Одним словом, испортилось немножко настроение, потому что едем мы в новое место, и у меня бац, навигатор, подсказчик мой Сусанин вдруг отказывается работать. Не знаю. Хорошо, хоть пока в телефонах есть тоже навигаторы. Будем как-то комбинировать. Будем искать выход где-то или где-то ехать даже по указателям, как раньше ездили по картам. Так, наверное, и в этот раз будем. Но чем навигатор хорош? Тем, что он тебе вот даже в ночное время, он тебе заранее подсказывает, где какой поворот, где нужно свернуть, где нужно повернуть. Единственное, только не подсказывает, где нужно притормозить, когда там трамплин или еще чего-нибудь. Поэтому дорога, конечно, незнакомая, от этого только усложняется. Ну что ж, где наша не пропадала? Наша пропадала везде. И сегодня, зная о том, что впереди очень тяжелые перевалы, вышел я на улицу, убрал всю красоту всех этих бабочек с решетки. А когда глянул под капот, мамочки, что там творится? Там просто пуховые одеяла. То есть вот этот пух, который все это вместе с бабочками залепил всю решетку радиатора. Хорошо, вот она щеточкой, там рукой можно подлезть, почистить это все. Приготовил я своего трудягу, вчера его заправил. Сегодня мы уже позавтракали здесь, в кафе. И то, что люди догадывались... Да, нет, сегодня мы не завтракали в кафе, извиняюсь. Сегодня мы завтракали в машине, потому что на улице стало попрохладнее. Да, всего лишь 28 градусов было. С утра сейчас уже 30, температура растет. И мы постоянно едем в этой жаре. И это, конечно, изматывает. И самое главное изматывает то, что организм начинает перестройку. Ведь время здесь на 5 часов вперед московского. Представляете? Меня сегодня организм разбудил в 2 часа ночи. Я встал такой, смотрю, вроде утро. Я не пойму, что делать. Организму хочется спать. И в то же время он говорит, да пора уже, надо ехать. И вот такая вот борьба идет. И сейчас, вот даже посмотрев на часы, на часах без 10-7. А вроде бы утро. А по факту прибавляем еще 5 часов и получаем уже 12. Обед. Блин. Байкал через 600 километров. Как можно с обеда добежать до Байкала, чтобы успеть посмотреть его в светлое время? Я пока не знаю. И давайте, друзья, тогда усаживайтесь поудобнее. Проснулись. Улыбнулись. Потянулись. Чашечку кофе. Да, не забыть сделать массаж для шеи. Улучшить кровообращение. Тем самым улучшить свое самочувствие. И поднять себе тем самым настроение. Ну, а я буду стараться поднять вам настроение всеми новыми видами, которыми мы увидим по дороге. Поехали, друзья. Да, друзья, на эту стояночку мы вчера тянули уже ночью по факту сюда. И видел я, что она работала по дорожке, по дорожной сети. Но когда мы сюда заехали, сторож нас сказал. Охранник. Это раньше было, а сейчас она уже не работает. Так что отдайте 200 рублей. А еще 30 рублей за туалет. Если пойдете в туалет. Ну, правда, здесь все нормально. Вот в гостинице, бане, душ. Душ 200 рублей. Баня не узнавал, честно говоря. Вот. Ну, душ мы приняли вчера. Уж каждый день, конечно, накладно ходить в душ. У нас и так завтраки обходятся по 200 рублей с лишним. И я уже дорогой, когда ехал, делал людям подсказку, когда показывал, на какую стоимость у меня вышел обед. Многие догадались, что... Сейчас газель пропустим. А, он сюда подходит. Многие догадались, что, похоже, Мишане едет не один. Да, но я до конца, говорю, не стал раскрывать карты из-за того, что действительно мы ехали очень волновались, как Лена перенесет вот такой длинный путь. Оказывается, здесь в таком комфортном автомобиле очень даже легко это все переносить. Это даже, можно сказать, как будто едешь в купе вагона. Да, только ты здесь сам себе хозяин. Хочешь, остановись, останавливайся, хочешь, нет. Сейчас мы немножко вот так навстречу вытянем, потому что иначе тут крутой выезд. Яму прямо на выезде стоит, точнее расположено. Спасибо. Коллега притормозил, чтобы нам тут можно было побольше радиус взять выезда. Поэтому, друзья, двигаясь в новое место, я лишаюсь самого главного. Я лишился своего Сусанина, который подсказывал мне дорогу, он подсказывал, с какой расстояния у меня остается. Не только до места выгрузки, но и до места поворота какого-нибудь кругового движения. Это очень удобно, особенно вот в темное время суток, когда едешь, и все у тебя внимание приковано к дороге в радиусе ближнего света фар. Точнее, да, на расстоянии ближнего света фар. Ну что ж, будем старым дедовским способом раньше. Как по картам ходили, по указателям, так и сейчас будем этим... Будем этим воспользоваться. Ух ты, козочку привязали. Я думал, она сейчас рванет через дорогу. Да, и может быть, я повторюсь. Хорошо, хоть пока в телефонах... В телефонах Яндекс.Навигатор работает. Можно будет в каких-то сложных моментах прибегать к помощи телефона. Здесь только сложность в том, что... У меня как бы телефон, он... И видеорегистратор мой. И в то же время... На звонки отвечать приходится. Потому что логисты звонят... И говорят, спрашивают, как дела, где находишься. В то же время приходится связываться с контактными лицами. На месте выгрузки, загрузки. Здесь тоже используется мобильная сеть. И в то же время, вот как навигатор. Одним словом, три в одном. Здесь понятно, здесь по главной дороге направление держим на Иркутск. Хотя в сам Иркутск мы заходить не будем. Мы будем уходить на объездную города Иркутска. Поднимаемся мы на мост через реку Застрянка. Интересное название. Заросла немножко Застрянка и мусором забилось. Но мусор это понятно, что в половодье принесло. Так, пойдем в наш правый ряд. Впереди опасный участок. Да, ну что интересно, что меня стало радовать. Все-таки навигатор-то идет. Он идет, только постоянно вот это идет засветка, что сервис Google все время закрывается. Ну и бог с ним, пусть закрывается. Я не знаю, что уже с ним сделать. Измотал он мне сегодня все нервы с утра. Было такое хорошее настроение. Пока я не встретил, говорит, вас. Это какой-то пантомиму вспомнил я. Проезжаем мы площадь памяти и скорби. Посмотрите, какой-то... Или это старый мост был? А, да. Остались опоры старого моста. Переезжаем у реку Гуда. Или Гуда. Да, и по всей вероятности, это опоры старинного моста, который здесь был. Всяко, явно это не новый мост строится. Представляете, какое течение. Течение прям... Вода не просто течет, а просто несется. Так, а нам, значит, дальше надо не в этот поворот. Немножко не в ту полосу мы встали. Да, закрывает эта надпись. В сервисе Google все время закрывается полэкрана. Поверните направо, а затем через 200 метров поверните налево. Странно. А, корова на дороге, думаю, вроде светофора нет. Это даже не коровка. Это у нас бычок идет, качается. Так. Бычочек. Давай, побыстрее. Сейчас как развернется, как рогом-то поднет. Ушками поводит, но делает свое дело. Иду я своей дорогой, и ты мне не указали. Идет он к своим подругам, которые легли вот здесь в холодке лежат. Где ж ты, наш бычок? Что-то ты сегодня подзадержался. Он говорит, да я на дискотеку сходил сегодня ночью, вот возвращаюсь. Давайте. Пешеход это святое. Что-то там. Буровая стоит прямо на газоне. Наверное, приехали воду добывать. А может быть, хозяин здесь живет где-то рядышком. ТНТК заправка. Показал я вам цену, прочитать не успел. Нижнеудинск у нас закончился. И мы набираем обороты. Впереди нас ждут очень сложные затяжные подъемы. Но то, что я сетку почистил теперь радиаторную. Ой. Я думаю, что трудяги будет от этого легче дышать. И хорошо хоть вот стоит металлическая сетка. С нее можно прям щеточкой аккуратно все счистить. И вся эта грязь не попадает в радиатор. Температура за бортом у нас по-прежнему 28 градусов. Правда, по-прежнему это мягко сказано. Потому что обычно оно 136. Всю дорогу с нами. Так что здесь немножко прохладнее температура. Продолжение следует... 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 Проезжаем... Точнее въезжаем мы в поселок Пелюшкино. Это 1477-й километр трассы Р-255 Сибирь. Одна лошадка Пасется в поле Здесь что-то похожее на ток Комбайны стоят Здесь получается у нас Наверное колхоз или совхоз Кафе у друзей И Белюшкино закончилось Набираем обороты Через речку, через ручеек Непонятно название, пока не могу сказать Друзья, ехали мы с вами в город Тулун Основано еще в 18 веке Первое упоминание о нем было в 1735 году А статус города он получил уже в 1927 Раскинулся на площади Он 128 квадратных километров И вот куда лезут Прямо в лоб в лоб идет И численность населения его составляет 38 440 человек Это по данным на 2021 год Аккуратненько через переезд Потрясло немножко Так бывает на переездах Еха я и коллега тут Прицеп чуть В глину не затолкал Запчасти для грузовиков Баня тут И стоянка Сдаются теплые боксы Написано Вот сейчас эта тема очень актуальна Мы везем с собой 30 градусов жары Тяжело конечно Тяжело Трудяги в основном Но не скрою И так-то приходится маневрировать Но пока дорога Без крутых подъемов И сильных поворотов Пока терпима У нас то здесь работает Климат-контроль А вот трудяги-то приходится Тянуть на себе 20 тонн А вот уже вдалеке появились Панельные пятиэтажки Немножко против солнца у нас получается Но здесь выбирать не приходится Ой, как хорошо сейчас байкерам Ветерок обдувает В 31 градус Наверное, обжигает Не только обдувает Очередная лесопилка И лесоколка Смотрю, там Дровишек наколото Круговое движение По кругу мы идем прямо Но при этом Уступив дорогу Тем, кто на круге Да, старенькие дома Но смотрите Плиты разукрасили Немного разными цветами Уже дом смотрится повеселее Дорожки здесь, конечно, узковаты Для поворота И вот сейчас проезжаем Это место Выходим мы на своеобразную дамбу Я помню здесь Забыл только в каком году Но не так давно Здесь все плавало Помню И дома мне Даже друг Володец Илев Присылал тут видео Практически Видео в режиме реального времени Как тут все плавало Просто вода была С обеих сторон дороги Подходила Вплотную Даже где-то Переливалась Ух ты Стрелу И одну гусеницу Тащит Как вездеход Какой-то На две гусеницы Ну а сегодня Вода спокойная Даже вон видно Не сильно Не сильно Разливалась В этом году Вот Наводнение было Камень-то Камень даже Памятный Оставили здесь Уезжаем мы К реке И я И тоже течение У нас просто Завораживает После моста Такие водовороты Идут Ну что Мы Победили Планшет Благо Работаем командой И сейчас На ходу Просто уже достала Эта табличка Которая Загораживает Полэкрана Что Сервисы Google Временно Закрыты Сделали мы Реанимацию Планшета Взяли Снесли Все просто До заводских Настроек И По новой Закачали Программу Навигатор Яндекс Навигатор Которые Есть Программа Закачали Приложение В котором Есть сейчас Программа Для грузовых Автомобилей И все Пока работает Правда В других Других масштабах Немножко Да Стояло У меня все Покрупнее Сейчас Но это уже Мелочи Главное Что теперь Теперь Не выскакивает Никаких ошибок Что Приложения Google Сервис Остановлены Молодежь На великах В такую жару Только На великах И спасаться Чтобы ветерком Обдувало Вода В речке Еще мутная И бурная И естественно Холодная Поэтому На купание Сейчас Наверное Речи Не идет Хотя Вспомните Свои молодые годы Когда Это нас Останавливало Холодная Нехолодная Вода Зуб на зуб Не попадает Но лезешь Потому что Жарко Хочется Искупаться Кушать Поедешь что ли? Как громко Как громко Да Город Все-таки 128 квадратных километров Довольно-таки Большой И вытянулся Он вдоль Дороги Ах ты Пятерочка Встала Блин Поворотника Даже не видно Где-то Аж там Чего-то Моргало Вместе Со стоп-сигналом Ну давай родной Остановка Улица Гидролизная Гидролизная Улица Гидролизная Это остановка Так называлась Ну и улица Так называется Сейчас как раз Будем проезжать Мимо заправки Роснефть И надо будет Посмотреть цены Это уже у нас Иркутская область Эх как нехорошо Торчит хвост На полосе Так ДТ6320 Уже стоит